Всем привет! Канал Ирина Цветики. Смотрим сегодня обзор из магазина Орхидея. Тут завод цветочков. Много людей, оптовики, покупатели. Просто, наверное, звук надо убрать. Вот такие беглипчики уже мелькали в других магазинах. Я брала даже их. Вот теперь привезли сюда. Ну вот это в Мэйджике беглипы. Они уже были. Привезли Будду. Будда в этот раз дороже. Прям хорошо, потому что в прошлый раз был в миксе две штучки, а в этот раз привезли вот там палетку. Поэтому она дороже. Привезли вот еще розовую фабрику, парфюмерную фабрику. Но тоже цена, я вам скажу, очень дорогая. Я на свои деньги около двух тысяч, практически две тысячи, я не стала покупать. Написала вот хозяйке, вернее, кто заказывал у меня такую фабрику. Нужна ли она? Ну вот, в прошлый раз я брала фабрику за такую цену. Ну, большой горшочек там этот. Ну, вот сейчас. Разные продавцы, вот они берут на закупках тоже на сайтах. Ну, разные цены. Поэтому цены непредсказуемы. Меня спрашивают, поскольку бывает та или иная. Фиксированной цены здесь нет. Да и во всех магазинах, потому что зависит от того, как они купят. Дорого, дешево. Вот. В прошлый раз я была в шоке от Будды, что такая дешевая. Ну, не самая дешевая, но по сравнению с ее предыдущими ценами. Ну, вот. Вот такие мультифлорки, мне кажется, мини часто бывают. С таким рисуночком вот у губы сейчас с штрихами. Вот они вырастают вот такими. Горшочек стандартный, вот большой. Цветочки, ну, не сильно крупные, но пышненькие цветут. Так, наконец, здесь это шлифт. Пойдемте дальше смотреть. Вот такие желто-розовые беглипы привезли в прошлый раз. И мне казалось, что я их показывала. Ну, когда мне начали спрашивать, нет ли таких, я говорю, ну, как нет. Вот они. Они очень яркие. Говорю, желто-розовый цвет, очень насыщенный, с блеском. Смотрите, вот немножко видим блеск. Поэтому, да. Little Fresh, Soga Relax. Ну, это из прошлого завода. Вот Sacrifice такое, сиреневое облако. Как сирень практически. Тоже из прошлого завода. Паприка. Небольшой размер горшочек. Привезли Джулию. Мне, оказывается, нужно было Джулию еще одну купить. В прошлый раз я столько Джулии, вот по одной-две штучки, я столько перетаскала. Их надо мной смеялись. Говорю, ну, возьми ты палетку и успокойся. А то каждый день, через день едет за ними. Я думала, что я уже всех, как бы, снабдила. Ну, вот, мне нужно еще одну. Ну, я думаю, что я смогу купить. В следующий раз приеду. Их много. Ну, если еще будут какие-то цветочки, попросят из этого завода. Ну, я напишу в магазин. Кате попрошу оставить. Так, тут у нас высокие, крупные цветочки. Ну, все красивые, конечно. Бело-розовые. Вот белый беглиб с сиреневыми полосками. Интересный такой. Ну, не сильно крупненький он. Желтый. Ну, это тоже сортовая желтая орхидейка с бордовыми пятнами. Ну, я точно не назову сорт. Ну, это не пандора, нет. Потому что слишком бледненькая. Вот там спрятались, оказывается, попугайчики есть. Вот такие. Золотое яблоко, по-моему, если не ошибаюсь. Очень красивый цвет, персиковый. Беглибчики. Ну, вот беглибчики иногда в миксах попадаются в других магазинах. В миксах, то есть, они идут по цене простых орхидеек. Вот горячий поцелуй. Меня просили купить. Я его вроде взяла. Потом нашла с одним цветоносом. Ну, мне показалось дешевле. Проще купить. Я купила с одним цветоносом. Да, будет обзор покупочек. Будет обзор свободных орхидеек. Тоже я их взяла. Вот привезли. Мы накупили кучу петнашек, похожих на Пикассо. И вот его привезли Пикассо. Но он на дуге. Конечно, не самый дешевый. Но хотя бы не в групповых посадках. Вот на эту Клеопатру тоже где-то я видела, что это не Клеопатра, что это другой цветочек. Но в документах у девочек Клеопатра на заводе. Вот еще, по-моему, морковный пирог. Очень яркая орхидейка. Вот такой желтый, ну, чуть-чуть с розовинкой. Очень яркий бегливчик. У меня просили, я купила. Ну, вот пока не откликаются. Просящие. Ну, бывает так. Ну, одна девочка у меня уехала по делам, а другая еще, может быть, не увидела. Фронтера. Фронтеру тоже очень давно меня просили. Прям месяца два назад. Ну, не было фронтеры. Вот, наконец, это первый раз привезли. Мэйджики. Тоже крупные такие, красивые. Фронтеру я хотела взять, но у меня не хватило тупо денежек. Я взяла другую, очень интересную, новую орхидею. Ну, за свой счет я имею в виду, за свои деньги. Я решила взять лучше ее, потому что необыкновенно. Сейчас мы вот дойдем. Вот такая еще красавица. Ой, тоже сортовая. И недавно я покупала. Пунш. Очень крупная стоит, очень высоко. Вот я приблизила. Крупные цветочки. Ну, вот с фронтерами они стоят. С одним цветоносом, но таким вот разветвленным. Они как девица и высокие. Вот еще такой персик стоит. Ну, это, конечно, его зовут не персик. Много красивых. Пойдемте дальше посмотрим. Он тут еще не разобранный. Выбранный. Ну, тут подешевле сказали. Хочу найти что-нибудь сортовое. Вот там белое очень интересное. Ну, в основном вот... Часто встречается, который... Я еще думала, вдруг тут какая-нибудь сломанная, сортовая, красивая, дорогая. Бывает, что при разгрузке... Вот. Ой. Быстро хотела сказать. Нет, не зора. Вот, смотрите, пунш тут стоит почему-то. Выбарковали его. Ну, наверное, что-то у него... Нет? Вроде как бы... Может, цветонос один обломили, и он тут стоит подешевле в этом миксе. Так, тут красавицы с белой губой. Ну, чуть-чуть похожий, ту, которую я искала. Ну, не они, по-моему. Мне пришлось... Вот такую тоже мне кто-то просил, присылал фотографию. Ну, меня столько вот сейчас... Как бы написали, много заказов, много фотографий. Честно говоря, я теряюсь. Я вот беру то, что вот помню. Ну, по мере поступления будем решать проблемы по мере поступления. Ну, пока я набрала тех, которые помню, которые у меня вот рядышком записаны. Вот она, красавица. Посмотрите. Похоже на Аркс Рей, но мне кажется, намного она интереснее, намного. Вот. Ну, Аркс Рей всегда у нас без корней. Тут, посмотрите, корешки. Ну, вообще приличные. Там есть вот сухой где-то в серединочке и сверху. Вот. Такие. Я взяла два вот таких красавчика. Мне они больше... Мне Аркс Рей не очень нравятся, а тут вот такой насыщенный, не знаю, ну, не персиковый цвет, прям очень красивый, яркий. Да, вот там был такой вот с красивой... с красивым непрокрасом, но у него оказались корни плоховастенькие, и я его не стала брать. Есть тут и с плохими корнями. Вот видите, прям хорошо заметно, что корешок гниет. Ну, все-таки они лучше сакрифайсов. Те вообще приходят без корней. Так, еще у нас тут орхидейки. Красивые, розовые, переливаются, яркая. Ну, вот эту орхидейку я очень хорошо знаю. Ну, вот что-то я выскочила из головы. Бывает у меня такое. Уже постоянные зрители знают, что у меня заклинит. Ну, вот африканский закат тоже есть, несколько штучек. Такие огромные, красивые, яркие. Бывают бледненькие. Ну, это, наверное, леди мармелад побледнее. Ну, вот отличная розетка, отличные корни. Правда, мокрые. Неизвестно, как они себя поведут, когда будет сохнуть. Тарина. Вот такая тоже. Ну, она сортовая, но все ее называют, похожие на кота. Это вот уже название у нас такое. В обиходе похожие на кота. Очень красивые, яркие венозники. Прям букеты-букеты такие. Еще один закат. Ну, его Карина Алоха второе имя, или третье даже. Несколько имен. Ну, кто по каким знает. Мы его знаем, африканский закат. Ну, Карина Алоха я уже как бы тоже запомнила. Вот мелодия. Стоит свободно. В прошлом месяце я искала огнем с огнем, и мне по блату там выставили, отдали. Вот очень красивая архитекта. Я ее взяла. Кто-то у меня еще, по-моему, спрашивал ее, когда она была в дефиците. Вот поэтому. Ну, корни приличные, вот с названием даже, по-моему. Ну, вот через камеру не прочитать, а дома вот я прочитаю, посмотрю. Когда буду разбирать покупочки, посмотрю их. Что еще тут у нас интересного? Ну, альбуфира такая, немало, по-моему, крапушек. Ну, у них, как бы, число крапушек бывает разное. Ну, крупная, красивая. Вот еще одна мелодия. Ну, то есть стали их привозить. Они стали почему-то популярны. Вообще-то это уже старый сорт. Как бы давно они особой популярностью так не пользовался. Ну, вот эта красота вся куплена. Ну, я все-таки залезла посмотреть. Вот Джиллион. Тоже, по-моему, кому-то один еще нужен Джиллион. Не достался. Ну, вот уже купили. На рядах я не видела Джиллиона свободного. А это все забирают оптовики. Вот Пандора. Ну, ее как-то еще называют. Мне иногда поправляют, что это не Пандора. Ну, я проверяла на сайтах, да. А это Пандора. Ну, у нее, возможно, есть еще другое название. У других производителей. Уже мы этому не удивляемся. Вот смотрите, какую красоту забирает один поставщик. Вот она красавица. Она переливается. Вот такие часто пилорами бывают. Что-то бабочек у нас давно не видно. И пилоров. Ой, какая расписная, яркая. Ну, пока не встречается. Что тут еще осталось незамеченным. Потому что тут пропускаешь с ящиком, а вот Пандора еще, вижу, наверху там спряталась. Приблизила, когда камеру, вот там одна стоит. Ну, вроде у меня не было просьбы на нее пока. Ну, вообще, довольно популярная архивейка. Ну, она на самом деле шикарно смотрится. Тут что у нас? Мандаринчики саженцы. А вот стевия, которая птичка цветет такая. Ну, они цветут только, когда достигают огромных размеров. А вот я сама, ну, не так давно, но года два назад узнала, что их продают с имитацией цветения. Вот джелион еще один. Ну, по-моему, я уже набрала цветов. Еле донесла, поэтому уже. И я не спросила, занят он. Ну, тут тоже вот кучками стоят, то, что вот оптовики займут. Отставляют в сторону. Ну, я тоже, когда вот набирают, уже отставляю в сторонке. Какая корневая шикарная. Ну, и сами архидеи шикарные, высокие, больше метра. А вот сакрифайс меня просили, но тут только в групповой посадке. На дуге тут, по-моему, три архидейки в одном огромном горшочке. Поэтому вот так вот. Беглевчик тоже очень красивый. Зора. Вот единственный Зора. Ну, я его хотела взять, потому что мне нужен Зора. Доказывали. Ну, вот мне не понравилось там вот что-то черненькое, зачищенное. Хотя листик вот растет. Ну, я надеялась, что... Ну, вот и отпадают листики, видите, отвалились. Поэтому не стала брать. Это для пересылки. Еще будет сохнуть у меня стоит. А вот еще осенний ветер один остался. Вот, ну, меня забрали, по-моему, оба. Один долго не мог найти хозяйку. Вот варегатный такой малышок. И цена у него довольно приятная. У соседей был очень дорогой. Там почти две тысячи. Ну, здесь немножко меньше. Какая-то новая орхидейка. С отличной корневой, с растущими корнишками. Вот такая рыженькая красавица. И вот, смотрите, черные орхидеи. Ну, мне тут присылали. Это или черный лебедь, или черный джек. Нет, это не черный джек. Черный джек, по-моему, я сразу забрала. И отставила. Ну, что-то черное. Да, орхидейки черные. Но black джек, он другой. Я его хорошо знаю, потому что я его... Как бы брала уже несколько раз. Вот. Поэтому, Оля, смотрите. Какие, на ваш взгляд, это сорта. Ну, Оля присылала мне несколько сортов черных орхидей. Я, честно говоря, не могу в них разницы понять. Мне что черный лебедь, что черный там джон, или... Вот black джек я очень хорошо знаю. Я его издалека вижу. Потому что не первый год с ним встречаюсь. Такая желтая, красивая орхидейка. И вот еще одну. Ну, вот это азиатка, да? Вот у нее такие характерные черточки. Очень красивые. Ну, я брала такую, мне кажется. Или почти такую же. Солнышко, которое называла. Пунш. Тут у Кати за крома отставлены. Ну, вот пунша много. А, это, по-моему, уже забрали. Такий красивый беглипчик. Ну, меня пускают снимать в этом магазине. И даже купленные орхидейки. Поэтому. Ну, вот Альбуфера. Там дальше рыженький морковный пирог. Ну, вот еще стоят. Отдельно, на дуге, поближе покажу Пикассо. Да, вот Пикассо. Только мы отправили, пожалуйста, появляться. Мне удивительно, что вот очень часто так бывает. Ждешь неделю, ждешь две. Бывает три. Уже там все жданки, как говорится, съедены, все пересохло. Только отправишь, появляется тот цветочек, который был нужен. Это ни с одним, ни с двумя людьми так происходит. Постоянно. Вот сколько лет я занимаюсь этим. Ну, вот такое солнышко, что я показывала. Ну, я брала уже их. В прошлый раз было их немного. Там штуки 3-4, видимо, на пробу брали. Лас-Вегас. А, ну, это мультифлорка уже была. Я покупала, показывала в покупочках. Это тоже. Это мы уже пошли. Сладкая девочка. Тоже пунш, мне кажется. Какой-то он бледненький в этот раз. Все время боюсь, что спутаюсь с альбуфера ее. Ну, вот такой шикарный завоз, я думаю. Всем спасибо за просмотр. Канал Ирина Цветик.